Всех приветствую. Две семенные коробочки. Думаю, вы понимаете, что произошло. Вот эта семенная коробочка зреет. С ней все хорошо, а эта семенная коробочка стала засыхать. И, к сожалению, уже с нее вот таких деток я не выращу, не получу. И смотрите, что произошло. И то, и то растение хорошее. И это растение хорошее, и это растение хорошее. Смотрите, какая там замечательная, шикарная корневая система. Само растение взрослое. Но начало тянуть питание. Вот отсушила один листик и начала отсушивать сейчас другой лист. Здесь все хорошо. И эта орхидея, она до последнего, если помните, цвела. Это орхидея тарина. Я опыляла свою орхидею, вот этот дикий кот, на орхидею тарина. И, к сожалению, растение, видите, сушит листья, не хватает питания, и отсушивает цитонос. Из-за того, что отсушивает цитонос, следовательно, отсушивает вот эту семенную коробочку. Все, здесь уже ничего не будет. И это ответ на вопрос, если опылить орхидею, не будет ли ее истощать семенная коробочка. Конечно, мы с вами опыляем взрослая, сильная растение с хорошей листвой, хорошими большими корнями. И если орхидеи не хватит при этом питания, все равно она просто самостоятельно отсушит вот эту семенную коробочку. Орхидею вы не ослабите. Я уже ее не обрываю, ничего, пусть орхидея вытягивает все питание и получает необходимые элементы. Конечно, ей надо хорошая подкормка. Это орхидея пульсация тоже, видите, взрослые растения, тоже с хорошей корневой. А здесь все хорошо, семенная коробочка набухает, как бочонок зреет. Ну и так как я лишилась одной семенной коробочки, то буду опылять сегодня вместе с вами еще одну свою орхидею. И вот я думала, что между собой переопылить. И знаете, что мне хочется сделать? Очень хочется добавить оранжевых оттенков, фиолетовым. Взять орхидею дубровник и опылить. Либо на сезам, но вы знаете, это подросток. Опылять подростка ослаблять нельзя. Опылить сюда, ну, мне кажется, не совсем интересно. Как вариант, либо на пирата, либо пирата на дубровник опылить, да? Либо опять же взять орхидею дикий кот. Мне кажется, было бы особо интересно взять вот эту орхидею дикий кот и ее опылить на орхидею дубровник. Но в то же время орхидея дубровник, смотрите, она чувствует себя хорошо. Корневая там замечательно. Но она еще растет в покупном грунте. Цветет еще вот на старых цветоносах. Попробовать туда, а можно и туда, и обратно. Знаете, и дубровник на дикого кота, и дикого кота попробовать опылить на дубровник. Ну и, конечно, все-таки с пиратом мне все равно тоже что-то хочется сделать. Растение хорошее, взрослое, хорошее, корневая система. То есть, в принципе, с ним тоже можно играть и тоже брать семена. Ну и что, давайте возьмем все-таки орхидею дикий кот. Так, смотрю цветочек, чтобы был не последний, не первый. С какого взять семена, чтобы они вызрели, но в то же время, чтобы не были старыми. Мне предлагали еще микки краун. Да, можно взять семена, но опылять саму орхидею не могу. Видите, тоже это подросток. С нее можно взять семена микки краун и тоже подсадить дубровнику. Но, знаете, очень все-таки хочется с диким котом поработать. И вот я выбрала предпоследний от края цветочек. Как всегда, мы с вами берем... У меня зубочистка обработана, видно, наверное, по половинке. Просто спиртосодержащим препаратом. Просто поддеваем, как всегда. Вот здесь липкая вот эта пленочка. И она сейчас прилипнет. Вот, пыльца желтая уже видна. Так, она темная, вызревшая. Сейчас я подхвачу, чтобы она прилипла вот этой вот частью к зубочистке. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, не отделяется. Не идет быстренько. А нам надо сделать еще все это. И при этом, чтобы это было стерильно. То есть руками, пальцами туда лезть не хочу. Только вот этой зубочисткой, которую я обработала спиртосодержащим препаратом. Сейчас мне будет удобнее. Так, приподнимая цветочек. Открывая немножко губу, мне просто так будет удобнее. Захватить непосредственно вот эту... Смотрите, вот защитная пленочка, она сама отвалилась. У меня осталась в руках только пыльца. Сейчас мне надо ее отхватить. Смотрите, что у меня получилось сделать. Вот эта пыльца. Аккуратненько ее несу к нашей орхидее Дубровник. Здесь у меня вместе две веточки. Ну, возьму вот эту, которая покрепче. Предпоследний. Не последний, а предпоследний цветочек. И смотрите, вот эту пыльцу точно так же, как взяла, я отдаю Дубровник. Немножко прокручиваю. Все, видите, здесь хорошо ушло. И как я вам рассказывала, этот цветочек должен схлопнуться и не завять, а высохнуть. Он должен быть именно высохшим. Ну и, к сожалению, да, он погибнет, и здесь должна расти семенная коробочка. Видите, как здесь, где произошло пыление, цветочек, он просто высохнет. Не высыхает, не увядает. Вот цветочек высох, а не увял. Ну, а этот цветочек, у которого мы взяли с вами пыльцу, к сожалению, этот цветочек, он будет увядать, и он уже пропадет. Все. И это к вопросу, к тому, что орхидею, когда растет семенная коробочка, очень хорошо надо все-таки удобрять, давать удобрение. У меня вот эта орхидея пульсация, она просто давно цвела, и ей можно было спокойно давать большой дозировки удобрения, что я и делала. А вот эта тарина до последнего момента, она цвела, была цветущей, следовательно, все удобрения для нее я уменьшала дозировки и давала их намного меньше. И поэтому, видите, растение не вытянуло. Поэтому обязательно эти орхидеи надо удобрять, следовательно, и вот орхидею свою дубровник буду теперь удобрять в каждый полив удобрением. Но, опять же, так как она цветет, буду уменьшать дозировку, ну, где-то хотя бы в два раза. Наполовину, но в каждый полив теперь ей нужно давать удобрение, потому что будет уходить много сил. И, знаете, все равно я думаю, что мне надо еще что-то придумать интересное, красивое для вот этого пирата. Все-таки цветок красивый, очень, поэтому надо его обязательно с кем-то, с чем-то, с какой-то орхидеей опылить. Знаете, что я в результате придумала, взяла свою новую орхидею, вот эту нерассказанную историю, и ее опылю на вот эту орхидею пират. Но так как процесс точно такой, уже показывать вам не буду, все будет точно так же. Но под сегодняшней датой мы поймем с вами, что было два опыления. Орхидея дикий кот на дубровник, и вот эта орхидея нерассказанная история на орхидею пират. Сейчас ждем результата, чтобы коробочка образовалась, и главное, чтобы она еще вызрела, потому что если не хватит сил орхидеи, то она сбросит, как вы видели, семенную коробку. Под видео оставлялись даты, и потом мы с вами поймем, сколько созревает семенная коробочка. Ну, по опыту, это от 4 до 8 месяцев, в зависимости от условий. Когда, кстати, заметил орхидея, стоит вот так на окошке, как у меня сейчас, то семенная коробочка растет намного быстрее и созревает. Потому что в прошлый раз у меня орхидея с семенной коробочкой стояла на полке, где меньше намного было света, и несмотря на то, что было лето, было очень мелкое развитие. А вот здесь на окошке, пусть и в углу стоит орхидея, идет хорошее и достаточно быстрое развитие вот этой семенной коробочки. Она созреет, я думаю, намного быстрее. Ну что, дату под видео мы с вами видим, и тогда понятно, когда произошло опыление моей орхидеи Дубровник, и взяли мы пыльцо этой орхидеи Дикий Кот. Наблюдаем с вами. Очень советую, кому актуально и интересно сразу увидеть результаты, увидеть весь процесс, а не ждать вот этого процесса, просто посмотрите мои видео за прошлый год. Ссылочка будет в конце этого видео, переход прямой на плейлист. Вот видео от 1 до 5, они пронумерованы. Там все полностью, как и собирала семена, как готовила вот эту питательную среду, сеяла и вот выращивала этих деток в банке. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока.